всем привет дорогие друзья мы опять дороги после двух недель в алании мы опять дороги и на этот раз мы отправляемся в анкару мы с вами в анкару еще не ездили на машине поэтому присоединяйтесь к нам кто не подписан на наш канал обязательно подписывайтесь друзья и также кто нас смотрит очень давно тоже подписывайтесь потому что 70 процентов тех кто нас смотрит не подписан на наш канал если вы все подпишите то у нас будет 100 тысяч подписчиков у нас будет 100 тысяч подписчиков поэтому дорогие друзья обязательно но и прежде чем мы отправимся с вами путешествие я покажу вам все наши красоты хочу поблагодарить всех тех кто нас поддерживает и если вы считаете что мы делаем что-то полезное и интересное можете угостить нас чашечкой кофе ссылка в описании все в описании к этому видео есть друзья не забывайте смотреть в описании к этому видео также ссылки на сайты где вы можете приобрести авиабилеты забронировать отели и купить туры в турцию со скидками поэтому обязательно смотрите в описании к этому видео есть промо код заходите также на сайт нашей компании если вам необходимы наши услуги мы будем рады вам помочь и с вами работать ну и конечно же наша группа в фейсбуке где мы каждый день выкладываем много фоток и видео и хантом делает всегда прямой эфир поэтому обязательно заходите и подписывайтесь в общем вот такая вот и вот такая вот информационный информационный блог такой информационный блог закончен друзья подписывайтесь ставьте комментарии ставьте пальчики пишите комментарии ставьте пальчики не забывайте что в описании к этому видео есть номер ватсапа куда вы можете написать и задать любые вопросы ну а сейчас отправляемся сначала во фьон а потом ванкару дорога по которой мы сейчас едем называется d400 это одна из основных дорог важных дорог в турции многие из вас эту дорогу знают потому что она соединяет аланию с анталии именно по этой дороге вы едете из аэропорта анталии в аланию или обратно также эта дорога соединяет аланию и газипашу ну и по этой дороге можно отправиться в путешествие вплоть до европы ну и конечно же в сторону мерсина и так далее и до аркары стамбула из мира и других городов как вы видите качество дорог в турции просто отличное я вам уже много раз об этом говорила много раз показывала разные дороги и даже сейчас в деревне во фьоне куда мы обычно ездим где живет буквально 30 человек до этой деревне сделали классную асфальтовую дорогу в общем качество дорог в турции прекрасно и поэтому путешествовать по турции на машине на автобусе наземным транспортом очень очень комфортно и конечно же всегда пользуйтесь картой google обращайте внимание на указатели они тоже везде есть и вы никогда не потеряетесь не запутаетесь поэтому если вы хотите путешествовать по турции на автомобиле или на автобусе обязательно это делайте если у вас есть время и возможность и я уверенна плыдно на 100 процентов что вы никогда не разочаруетесь ну а мы сейчас едем по этой дороге в сторону испарты сделаем там небольшой перерыв перекусим и отправимся дальше спустя пару часов друзья мы остановились для того чтобы перекусить да сейчас уже разрешены пикники и можно выйти из машины остановиться на природе и перекусить раньше когда мы ездили в прошлый раз вы видели что по дороге мы кушали в машине на остановке ну а сейчас здесь есть тоже пару человек которые едут в сторону испарты и сейчас вам покажу как мы ездим уже показывала но покажу еще раз айхан помыл огурцы помидоры в родниковой воде и мы всегда берем с собой конечно же что-то попить обязательно термос и обязательно берем с собой вот такой вот набор где у нас есть вилки ложки чашки я уже говорила о том что такой набор 6 ложек 6 чашек 6 тарелочек и кружечек стоит всего 20 20 лет ну и взяли еще с собой обязательно зонты но здесь всякая разная косметика ну и конечно же чай в общем сейчас будем кушать всем приятного аппетита кто кушает самом деле не было вообще никакой необходимости брать с собой еду и чай потому что уже вот на таких маленьких таких в таких маленьких местах для пикника уже есть местные жители которые продают чай гезли мэя ну и общем что-то перекусить поэтому мы сейчас все свое собираем и едем дальше в спарту до испарты осталось 70 километров и по дороге в испарту мы проезжаем мимо озеро и на берегу этого озера есть также большое количество ресторана где можно позавтракать пообедать в общем перекусить сейчас эти все рестораны тоже открыты друзья мы уже в испарте и в испарте везде цветут розы вы знаете что испарта знаменита своим своими садами розовыми садами садами дамасской розы и здесь производят большое количество косметических средств средств для дома с добавлением розового масла также делают лукум с лепестками розы в общем очень большое здесь производство изделий и косметических продуктов из розы и сейчас мы как раз едем в одну такую деревеньку как я вам и обещала сегодня воскресенье но мы попробуем все-таки попасть на плантацию розы и посмотреть как они выглядят ну и конечно же заодно показать его и и и И вот так быстро дождь закончился, а над Эспартой висит туча. Продолжение следует... Сейчас мы едем в деревню, в местечко недалеко от Эспарты, которое называется Пинейкент. Там находятся плантации розы и это место является также туристическим районом, куда приезжают туристы на плантации розы. Ну и конечно же для того, чтобы купить различные товары с розовым маслом, косметику, пыла и так далее. В общем, друзья, не знаю, удастся нам посмотреть плантации или нет, но просто показываю вам, что мы видим по дороге. Здесь вот такая вот очень уютная деревушка. Дома с большими садами, с большими беседками, лоджиями и везде, везде есть розы. Мы еще не доехали до деревни, но, друзья, посмотрите, какая здесь красота. На протяжении всей дороги растут маки, огромное количество цветов. Просто потрясающая природа. Проезжают пара машин, они шумят, но посмотрите, какая красота. И на протяжении вот этой вот всей дороги огромное-огромное количество красных маков. В общем, Эспарта, просто потрясающий район. В Эспарте растут вот такие красные маки, а во Фьоне уже распускаются поля огромных белых и темно-таких фиолетовых маков. Мы с вами их тоже, я надеюсь, что увидим, если они уже распустились. Покажу вам цветы поближе. Вот они, вот такие вот. Очень, конечно, красивые, невероятно. Природа потрясающая. И Айхам тоже стоит, фоткает. Ну, а мы едем дальше. Можно останавливаться просто каждые пять минут и наслаждаться всей этой красотой. Еще до въезда в Кюней-Кент начались сады, где собирают розу. Но, друзья, Дамасская роза – это кустарник. И сейчас мы едем в центр. И на обратном пути выйдем из машины и прогуляемся по саду Дамасская роза, чтобы вы увидели, как они выглядят на самом деле. Вот вы видите, на обочинах стоит очень много машин. И люди выходят из машин и фотографируются. Вот они, сады с розой. Сезон розы, как вы видите, уже не очень много, потому что сезон заканчивается. Ее всю собирают. А мы приехали в Кюней-Кент. Одну из столиц, где выращивают и производят изделия с маслом розы. В общем, сейчас выйдем из машины и все. Посмотрим и вам покажем. Друзья, мы приехали сюда совершенно случайно, не планировали. И по дороге я нашла вот это вот местечко как раз в Гугле. И сейчас это как раз фабрика фирмы «Росенс», которая является одной из самых крупных компаний по производству изделий и косметики. с добавлением масла как раз дамасской розы. Поэтому мы просто счастливчики, потому что сегодня можно сюда прийти. Здесь не производят косметические товары. Сюда привозят розы с плантаций. И вот там вот производят розовое масло. А здесь вот такая вот небольшая фабрика. Историческое место, где показано, как раньше производили масло. В общем, вот такие вот здесь печи. Друзья, кто понимает в производстве масла, пишите. Я в этом не очень хорошо разбираюсь. Здесь показаны вот эти вот старые потенткойнка water tubes. Трубы для воды, которые производили пар. В общем, парогенераторы, скорее всего. И здесь было как раз вот первое производство розового масла в Турции. 1894 год. Представляете, 1872 год. То есть производство началось очень-очень давно. В исторической справке говорится, что история выращивания розы настолько стара, насколько старо человечество. Представляете, и началось производство в Турции, на территории Турции с 14 века. И здесь представлены аппараты, на которых как раз раньше и производили это масло. Друзья, я не смогу вам рассказать детали, но, скорее всего, здесь под давлением, под паром выходило масло. И далее уже стекало вот сюда, где его и собирали. В общем, технология производства, в принципе, осталась такой же, как она была и раньше. Но, естественно, сейчас современные машины и практически ничто не делается вручную. Я имею в виду прессы. А вот в таких вот бутылях огромных раньше транспортировали розовое масло, потому что розовое масло должно, конечно же, храниться в темной таре. И раньше розовое масло было на вес золота. Вот видите, в таких красивых шкатулках в эру Наполеона как раз розовое масло очень-очень ценилось. Ну и до сих пор сейчас ценится. А раньше так это вообще было как сокровище. Здесь вот такой вот интересный музей. В принципе, современные машины похожи на старые. Чуть позже мы увидим современную фабрику. А здесь как раз вот эта вот старая фабрика, на которой раньше и производили масло. Сейчас это музей, а раньше здесь, конечно же, шло производство полным ходом. В общем, очень интересное место. Я здесь первый раз вместе с вами познакомились с директором этой компании. Ну, просто-просто потрясающе. Вот такое вот было здесь небольшое производство. Сюда привозят... Сюда привозили розовые лепестки. Их сбрасывали вот в эти вот огромные чаны. И далее уже под прессом, паром производили как раз масло. Вот вы видите, в итоге оно стекало вот сюда, вот в эти вот бутыли. Можно ли подняться наверх, я не знаю, но мы сейчас поднимемся сюда. И покажу вам, как это выглядит вот сверху. Да, вот сюда вот вбрасывали лепестки. И далее проходил процесс ферментации, под паром. Все это прессовалось, варилось. И далее уже выходило в итоге масло. Вот в те бутыли их собирали. Кто, как я уже говорила, кто понимает в производстве масла и как это все устроено, напишите в комментариях, насколько это сложный процесс. Но мне кажется, что это такая трудоемкая работа. И вот так вот в итоге в период Османской империи выглядело масло. Видите, какие бутыльки. Оно было действительно на вес золота. Здесь также есть кафе, магазин и современная фабрика. Давайте с вами сейчас пройдемся на современную фабрику. Вот так вот выглядит труба, из которой, скорее всего, выходил пар. Но я не буду делать никаких предположений, потому что, как я уже сказала, в производстве масла я понимаю совсем немного. А вот здесь как раз, друзья, и начинается вся красота. Сюда привозят розы. И можно фотографироваться, играть. Ой, как же вкусно пахнет. Потрясающе. Можно ходить по розе. Ну, в общем, друзья, пол пахнет просто потрясающе. Невероятно. Супер. В общем, народ вот так вот развлекается. Мы придем чуть-чуть попозже с Сайханом пофоткаться. А сейчас пойдемте с вами на фабрику, на современную. Здесь тоже открыты помещения. И, как я уже сказала, здесь производят только масло. И масло отсюда увозят на фабрику, где производят косметику. И там уже производят различные косметические товары. Вот вы видите, как выглядит современное производство. Здесь все абсолютно автоматизировано вот в таких вот огромных ангарах. И здесь, наверное, уже на выходе и получается как раз розовое масло. Да, здесь они стоят. Здесь стоят эти чаны. И все под прессом здесь ферментуется. И в итоге выходит масло вот в эти вот маленькие чаны. А вот сюда приезжают машины, которые как раз и привозят розовые лепестки. И эти розовые лепестки в чан помещается около 500 килограмм. И представляете, из 5, из 4-5 тонн получается всего литр. Вот там вот, скорее всего, в этом камазе загружены лепестки. Да. На машинах вот в таких вот мешках привозят собранные розы. И потом работники эти мешки, видите, прям отправляют в чан. Почему работа должна идти быстро? Потому что период производства всего с мая по июнь. Всего полтора месяца. Роза цветет всего полтора месяца. Поэтому за эти полтора месяца нужно максимально быстро собрать цветы. И максимально быстро опустить их в производство. Поэтому, вы видите, здесь очень много разных производителей. Белые мешки, желтые мешки, разные производители. И очень много чанов, которые кидают все лепестки. И быстро-быстро-быстро этот процесс должен происходить. В общем, вот так вот выглядит фабрика, на которой производят масло. И вот такая вот здесь красота, друзья. Очень много роз. Народ приходит фоткаться. Ну, просто супер. Красота. Красота невероятная. И пока я жду Айхана, пока он придет. Пахнет, запах. Запах просто, просто невероятный. Красота. Розы. Главное, телефон еще не потерять. Розы, конечно, здесь. Шикарный. Дети не хотели уходить, представляете? Какая красота. Где мы видели еще столько роз? И можно приходить сюда фоткаться. В общем, супер. Друзья, на этой фабрике можно провести целый день. И так не хотелось уходить с того места, где можно фоткаться с розами. Посмотрите, какая красота. А вот так вот растет дамасская роза, когда она на кустах. И, как вы заметили, дамасскую розу для масла используют только розовую. Я не знаю, с чем это связано, но есть и светло-розовая, и темно-розовая. И даже есть красные цветы. Но розовая самая красивая. Ну, а как выглядят сады, где растут розы? Выглядят они вот таким вот образом, друзья. Сейчас мы постараемся с вами туда спуститься. Вот так вот выглядят сады дамассской розы. И вот так вот она растет. Как вы видите, она уже отцветает. Период сбора розы с мая по июнь. Поэтому розу собирают как можно быстрее и отвозят на фабрику. Только что вы видели, как розы привозят и как их быстро начинают перерабатывать. Перерабатывать масло. Розы очень красивые. Запах стоит здесь просто невероятный. Посмотрите, какая красота. А напротив розы растут вот такие вот маки. Это не передать словами. Это нужно видеть своими глазами. Красота невероятная. И те, кому принадлежат вот эти вот сады-поля, приезжают сюда. Как только роза зацвела, они ее быстро собирают и продают на фабрику. Не забывайте заходить в нашу группу на фейсбуке. Там мы всегда делаем прямые эфиры и постим все самое-самое интересное. Каждый день. Дорогие друзья, вот такая вот здесь красота. Когда мы поедем обратно из Афьона, мы еще раз заедем на фабрику только на другую. Поэтому я надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь, смотрите. Спасибо всем большое, кто нас поддерживает. Ну и, конечно же, приезжайте в Турцию. И вы увидите все самое интересное. То, что вы не увидите ни у кого другого. Поэтому подписывайтесь на нашу группу в фейсбуке. И добро пожаловать в Турцию и в Аланию. Увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok